друзья приветствуем всех на торговой сессии пятницы заключительным торговым дне этой недели мы снова обсуждаем ключевые фундаментальные события говорим только про самые важные фундаментальные триггеры которые оказывают самое заметное влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составлять вопросы по активам которые вас интересуют в секции с комментариями также друзья не стесняйтесь высказывайте свою точку зрения давайте вместе искать и истину того что на финансовых рынках происходит ну конечно же не забывайте ставить лайки текущая неделя очень результативно складывается для продавцов доллара для покупателей золото рисковых инструментов потому что те тенденции которые ранее на финансовых рынках были выявлены в ходе текущей пятидневки только лишь усилились и друзья задавая вопрос если для этого какие-то фундаментальные предпосылки точнее были ли таковые мы безусловно можем точно ответить какие новости какие фундаментальные изменения в риторике центральных банков и стали причиной вот этого взрывного роста и падения если разбирать а разного рода инструменты вот этих движений на финансовых рынках индекс американской валюты которые мы очень долгое время хоронили считали что а американец будет уязвим перед изменением вообще всего что сейчас происходит в плане мировой монетарной политики исходя из роста денежной массы исходя из ситуации с долговым рынком наконец-таки добрался до 90 пунктов мы вчера об этом говорили друзья и сейчас в прошествии одного дня есть конечно же вялые попытки покупателей перехватить инициативу но к ним нужно относиться на мой взгляд спокойно действительно пробой и поддержки 90 пунктов это серьезный психологический шаг на него нужно было решиться и продавцы смогли все-таки собраться с достаточным количеством сил чтобы навалиться на этот уровень и продавить его но сейчас взяли небольшую паузу поэтому я считаю что до конца опять же текущего дня доллара легко может скорректироваться но позиционно это безусловно не влияет на картину потому что мы все равно заряженные друзья как и раньше ожиданием еще одного важного фундаментального саде события это мера экономического стимулирования от конгресса и так вот решение по фонду фискальной поддержки может быть анонсировано как я уже отметил до следующей пятницы но будем рассчитывать на то что конгресс поторопится и сделает это прям вот-вот комментарии кстати очень сильно разнятся потому на каком этапе обе палаты конгресса находится сейчас в обсуждении нового фонда финансовой помощи если брать совсем уж оптимистичные для нас друзья для продавцов доллара то решение по фискальным мерам может быть принято уже до конца текущей торговой сессии это комментарии лидера осенатского большинства мичи макконнелла который в принципе накануне прокомментировал что обе законодательные скажем партии близки к нахождению компромисса и все прекрасно осознают то что эти деньги сейчас необходимы фонд друзья потенциально на 900 миллиардов долларов хотя допускаю что его могут немного сократить убрав как ранее комментировал те пункты которые являются спорными но даже если фонд будет 700 750 миллиардов это достаточно в любом случае этот фонд будет включать выплаты единоразовых пособий на 600 долларов и последующее повышение еженедельных пособий по безработице на 300 долларов соответственно друзья мы безусловно исходя из этого можем сделать акцент на то что фондовый рынок сша если он вас интересует а при такой риторики при таких изменениях может сохранить вектор дальнейшего восстановления хотя он и так по всем а трем индексом nasdaq доу джонс и s&p находится на исторических максимумах я признаться друзья не нахожусь сейчас ни в одной из сделок по фонде я жду коррекции ранее много недель назад к комментировал вам то что для меня является оптимальным заход по тому же самому и сын пи ниже отметки 3500 пунктов я не буду противоречить тому что говорил в принципе эту вуждательную позицию сохраняю потому что насколько бы мы не были уверены в росте рынок периодически дает коррекцию зачастую даже абсолютно неоправданную и трудно объяснимую с точки зрения фундамента ну может быть только лишь какими-то техническими предпосылками и факторами перекупленности или перепроданности но в любом случае друзья по доллару мы должны все-таки топить за более за большее ослабление уже в рамках 21 года спасибо фресу продлению программы количественного смягчения объемом 120 миллиардов долларов спасибо комментарии на то что ставки останутся низкими в течение долгих лет пока фрес не достигнет целевых показателей по экономическому роста по инфляции не скоро по инфляции конечно же будут достигнуты целевые значения мы параллельно еще анализируем макроэкономические данные на этой неделе розничные продажи которые очень сильно разочаровали и вчерашний отчет по заявкам на пособия по безработице друзья когда неделю назад вышел релиз сообщивший о том что за неделю число обращений за пособиями составила 865 тысяч я помню что многие эксперты отмечали что это аномальный показатель случайная как бы разовая цифра и дальше будет картина получше ну вот неделя прошла и 885 тысяч еще хуже это полностью соотносится с тем прогнозом который я давал очень серьезные проблемы сейчас с американским рынком труда и после выхода вчерашних данных по заявкам на пособие по безработице можно было даже проследить изменения риторики американского конгресса они реально осознают то что сейчас нужно уже согласовывать деньги выделять средства потому что но без этих денег американская экономика не выкарабкается также хочу отметить один из первых комментариев новоиспеченного американского президента джона байдена джозефа байдена который отметил что вот этот пакет фискальных стимулов на 750 или 900 миллиардов неважно это будет лишь первоначальным взносом потому что по подходу опять же демократов и их взгляду на на то как нужно стимулировать экономику 2021 году экономика может получить еще от 3 до 5 триллионов долларов к этому нужно быть готовыми друзья золото 1885 долларов за тройскую унцию хай был а тысяча восемьсот девяносто шесть я думаю что до отметки 1900 мы доберемся только тогда когда получим новость о новых фискальных стимулах ну это произошло уже на ожидании поэтому я уже начинаю друзья смотреть сторону даже психологического уровня в 2000 потому что он не теперь кажется абсолютно реальным австралийц против доллара 075 86 лонг мы сохраняем новозеландец вчера буквально 30 пунктов не дотянул до нашего с вами заветного целевого ориентира 072 сейчас небольшая коррекция 07124 опять же отмечаю друзья то что коррекционный откат после такого роста это нормально коррекционный откат нормально под закрытие недели когда действительно трейдеры начинают фиксировать результаты уходя в кэш перед выходными доллар канадец 1 2750 я в длинных позициях ранее комментировал свою активность по этому инструменту сегодня на повестке данные по ручным продажам в 16 30 по московскому времени и скорее всего цифры разочаруют соответственно слабый отчет эта причина поставить на снижение курса канадца ну и вероятно до конца сегодняшнего дня добраться до отметки 1 28 оптимистичный сценарий прекрасно понимаю друзья но хочется поймать хороший отскок плохо этому дуэту финансовых активов особенно если через какое-то время на нашей стране на стороне продавцов канадского доллара окажется еще и снижение цен на нефть тогда пара доллар канадец и покупка этих инструментов может стать очень перспективный инвест идеи евро против доллара 12272 это хай вчерашнего дня а сейчас 12241 друзья здесь содержим ланги фунт 135 23 больше 100 пунктов с локального максимума уже пара потеряла вопрос на засыпку как вы думаете с чем связана эта коррекция не только лишь техническими факторами на рынке снова плохие новости относительно brexit а вчера состоялся очередной телефонный разговор между главой премьер-министром англии и главой еврокомиссии ни о чем не договорились и последний друзья комментарии джонсона который в принципе он транслирует цитирует постоянно том что при текущей позиции европейского союза никакой сделки не будет и на этом собственно фунта снижается я сторонник жесткого brexit а поэтому друзья прошу меня не критиковать но мне кажется что шансы увидеть последующие распродажи фунта фунта гораздо выше чем опять же потенциальный рост по факту на мой взгляд невероятной сделки по дальнейшему торговому сотрудничеству между двумя регионами на этом собственно все хорошего вам закрытия недели замечательных выходных и до скорых встреч уже на следующий всем пока